Новосёлого Тайм Добрый вечер, друзья. Сегодня понедельник. Для меня это очень хорошее начало недели оказаться с вами. Но, надеюсь, и у вас понедельник сегодня заканчивается неплохо. Поговорить я сегодня хотела о надоевшей всем. Я понимаю, измусоленной теме. Это тема стресса. Почему я решила, что сейчас это актуально и об этом нужно поговорить? По одной простой причине, что когда мы знаем, что с нами происходит, когда мы знаем, что происходит с окружающими нас людьми, то мы иначе воспринимаем их действия, поступки более милосердно, с большей эмпатией и возникает меньше напряжения. Напряжение эмоционального, которое агрессивного, я бы даже сказала, состояния. Но агрессивное – это не с топором бегать. Агрессивное – это когда раздражение повышенное, когда плакать хочется, когда просто всё надоело. Собственно говоря, апатия – это тоже некоторая агрессия по отношению к самому себе. Организм так себя проявляет. И я вам хочу рассказать историю очень грустную, но она абсолютно хрестоматийна. В когнитивной психологии, в учебниках по когнитивной психологии, те, кто занимался этим вопросом, наверняка встречали эту историю. Так вот, дело было вечером. В вагоне метро, где все сидели, никто не стоял, все места были заняты, сидел мужчина. Лица его было не видно, у него был поднят воротник, шляпа надвинута очень глубоко на лицо, на лоб. И двое его детей носились по вагону и причиняли всякие неудобства тем, кто… пассажирам, да, которые ехали в этом же вагоне. И начался ропот, мужчину осуждали за это, говорили, что он ужасный отец, чтобы он привел их в порядок, что таким, как он, нельзя доверять детей, потому что он не умеет их воспитывать. Мужчина поднял шляпу и сказал только одну фразу. Два часа назад они потеряли мать. И поведение всех людей в вагоне, отношение к этим детям изменилось за долю секунды. Люди полезли в сумки, в карманы, ища конфеты, пытаясь чем-то угостить детей, и у многих навернулись слезы на глаза. Вот так знание ситуации, что происходит с человеком, позволяет нам по-разному оценивать его поведение и быть более снисходительными. А мне кажется, нам сейчас всем это страшно нужно. Я не знаю, ощущаете ли вы, но по моему ощущению самой жизни, да, вот ее реалий каких-то, по тому, на что жалуются люди, которые обращаются ко мне за помощью, очень многие отмечают, что повысилась некая агрессивность, что там, где раньше отвечали очень нежно и ласково, то теперь как-то снизилось, да, снизилось этот градус этого состояния. И плюс ко всему же очень многие люди испытывают апатию, нежелание ничего делать. У меня даже был один запрос, чтобы разобраться в коллективе, где все, дружный коллектив, вдруг стали тихо друг друга ненавидеть. Вот как раз про коллектив. Елена, добрый вечер. Если зайдете в социальные сети, то заметили ли вы, как за последние полгода, уровень агрессии вообще в обсуждении? Вопрос, конечно, очень спорный, это правда, но уровень всего действительно возрос многократно. Да, Мария, это действительно так, и иногда это только усугубляет и без того веселое состояние, да, потому что кажется, что мир стал, вот если особенно, не дай бог, увидеть какие-то выяснения отношений между группами людей или какой-то очень острый вопрос, как быстро все переходят на личности, как быстро начинаются такие политико-личностные обвинения или еще какие-то, в общем-то оставляет очень мрачное впечатление. Вот потому, ну, я не хочу, чтобы наш эфир был грустный, и мы заостряли внимание на этой части. Меня, как всегда, больше интересует, как этого избежать, как немножечко снизить вот это состояние недовольства, которое вполне возможно, что даже не до конца осознается, и хотя бы в том круге людей, который к вам близок, которому вы непосредственно взаимодействуете. Может быть, нам удастся, понимая, что с нами происходит, внести чуть больше туда тепла, чуть больше понимания, и тогда какие-то трудности, я думаю, что мы преодолеем как-то немножечко полегче. Я не хочу выглядеть таким лукой-лукавым или сладким каким-то миксером, забивающим в вату сладкую, но сахарную вату, но тем не менее я, по крайней мере, сама стремлюсь к этому, и мне кажется, что это нам всем, как противовес стрессу, будет очень полезно. Я предлагаю вам звонить нам на номер 730-101, это прямой эфир, и присылать ваши смс-сообщения на номер 7903-797-6333. Что вы ощущаете? Думаете ли вы, что у вас есть некий стресс? Звоните, пожалуйста, 730-101, а мы вернемся сразу после рекламы. Новоселова Тайм С вами Елена Новоселова, и мы начали разговор о стрессе. Присоединяйтесь к нам, и даже те, кто считает, что с нами сейчас ничего не происходит, что все это надуманно, придуманно, доведено до абсурда. Кстати, вот, дорогие мои, рядом с вами есть люди, которые очень активно, очень активно убеждают вас, что все это чистая политика, экономика, и никакого реальной пандемии нет, а такие есть, они даже имеют название, эти люди, им лейбл придумал народ, это ковид-диссиденты и так далее. Вот имейте в виду, что стресс, который с нами случился в марте, он кастумсик каждого человека. Нет человека, который бы не пережил это состояние, просто реакции у нас у всех разные, и отрицание — это одна из форм защиты. Есть еще история не отрицания, а, скажем, игнорирования никого, что, в общем, ничего не происходит. Вот Виталий нам пишет. «Я с удивлением слежу за теми людьми, у которых вообще стресс из-за происходящего». Виталий спрашивает, действительно, с чего бы стрессовать? Действительно. Да. Виталий пишет. «Дом, жена, ребенок, никаких гостей и тусовок, просто ляпота». Ляпота-то ляпота. Да дело в том, что вот в самом этом удивлении, да, в общем-то, есть некий аспект, почему человек удивляет. Ну, тут хочется, вот смотрите, Елена, у Виталия есть дом, жена, ребенок, там никаких изменений не произошло. Очевидно, в зарплате тоже, очевидно, на работе тоже. Все идет по-прежнему. Виталий, давайте посмотрим на других людей, например, у которых съемное жилье, отсутствие семьи, и произошли изменения в работе. И тогда, получается, вы уже чуть больше понимаете, почему происходит стресс с этими людьми. Ну, если у вас ляпота, скажем так. Да, когда мы думаем о них, либо давайте посмотрим вокруг, а у знакомых ваших знакомых все благополучно, никто не заболел, все легко перенесли, как легкий насморк, да, и так далее. Просто это такая, знаете, изоляционная политика, когда я ничего не вижу, кроме вот себя. Вокруг, ведь это же тоже, если мы говорим о психологии, то это психологический ход нашего организма, защищающий нас и предохраняющий нас. Поэтому не судите этих людей строго, да, если вы, например, вступаете в какой-то активный спор с ними, не надо этого делать. Это их форма выживания, это их форма справиться с тем, что они испытывают, отрицая само наличие стресса. 730, 101, алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый, здравствуйте. Здравствуйте. Хотела рассказать вам о том, что я испытываю, когда столько информации поступает со всех новостных лент и социальных сетей. Я, мне 26 лет, меня зовут Екатерина. Очень приятно, Екатерина. Очень приятно. В какой-то момент я начала столько негативной информации замечать, что я до этого как-то жила по-другому, больше радовалась, больше было каких-то надежд. А сейчас, даже если мне что-то радует, я все равно это переворачиваю в негатив. И даже родственники, друзья начинают замечать, что у меня часто какие-то... Могу просто плакать очень долго, с какой-то очень, ну, фигни на самом деле. Вот. И я не могу с этим справиться никак. То есть... Екатерина, дорогая, вы прямо сейчас описываете классическое проявление длительного стресса, да? Ну, да. Да, вот прямо классическое его проявление, потому что действительно человек, который еще вчера реагировал на все иначе, сейчас вдруг начинает плакать или расстраиваться, или чашку может разбить, да, ни с того ни с сего, разозлился ни на что. Это не потому, что у вас испортился характер, да, или еще что-то такое. Это как раз действие выхода из состояния баланса, вот этого длительного стресса. Вот спасибо вам большое за ваш звонок. Вот Станислав, я очень... Спасибо большое. Я рада, что Станислав из Пятигорска, вы с нами. Это уже стало хорошей традицией. И я с вами совершенно согласна. Это же вечный не то чтобы спор, а просто не всегда правильно понимаемый вопрос. Без стресса человек жить не может. То есть ему становится скучно, он впадает в апатию, и в состояние такой недвижимости, что ли, да. Короткий стресс. Вот если мы добавим единственное слово, короткий стресс, да, это что называется взбодрить организм. Что у нас происходит вообще во время стресса, чтобы мы понимали физиологию стресса? Я ссылаюсь исключительно сейчас на работы нейрофизиологов, и в частности на Роберта Сапольски, который очень подробно в своей книжке биология добра и зла описал на уровне клеток, гормонов и вообще всего действия, такого урагана, который происходит в нашем организме, когда случается стресс. Если у вас хватит сил освоить, там, по-моему, 900 страниц, очень большого формата, но это интереснейшее совершенно чтение, которое аккумулирует в себе очень много достижений науки, это абсолютно научные знания. Как книга называется, еще раз? «Биология добра и зла» Роберт Сапольский. Так вот, он там, правда, все время проводит такие смешные примеры, человек с огромным чувством юмора, он все время предлагает всем читающим побыть то тигром, то зеброй. Да, но имеется в виду, что это очень просто яркий пример стресса, когда зебра там или какое-то животное должно убегать от нападения, да, спасаться, от какой-то угрозы жизни. Что происходит? Мозг немедленно дает команду все силы направить на мышечную энергию. Почему иногда человек в момент стресса может 5-метровый забор, ну, условно, да, перепрыгнуть? Именно потому что срабатывает вся эта сложная биохимия, которая дает сигналы, дает приказы, действия для нашего организма. В это время идет отток от всех органов, кроме как задействованных в спасении. Если этот стресс кратковременный, то он нам дает адреналин, дает ощущение встряски хорошей, ну, например, американские горки, да, условно говоря. Или даже вы пар выпустили, поссорились с кем-то из своих близких, немножко взбодрились от этого, попереживали, но через полчаса помирились. Это нормально. Мы без стресса действительно жить не можем. Но когда же вот это состояние подтянутости всех резервов для того, чтобы вернуть гомеостаз нашего организма на протяжении, например, 30 лет по поводу ипотеки нам нужен, то здесь уже все ресурсы из организма выжимаются, и у нас не хватает этих самых ресурсов, чтобы нормально организм работал. Имеются в виду наши какие-то хронические заболевания, какие-то недомогания и так далее, все начинает проявляться. Почему вот эта поговорка «все от стресса», да, «все болезни от стресса», только некоторые от любви, а это все от стресса. Именно по этой причине, потому что стрессы нервы вытягивают из-за сложной биомеханики, которая регулирует наш мозг, действия происходят у нас там совершенно удивительные, когда мы находимся в стрессе. Такой гомеостаз, я думаю, мы все помним из школьной программы по биологии, это плавное, нормальное, как часы работы организма. Давление, сердцебиение, наши органы, кровообращение, все идет слаженно, четко и в балансе. Вот любой стресс, он нас оттуда выбивает. И самая главная задача вернуться в этот самый гомеостаз. Так вот, если стресс длительный, то возвращаться не получается. И поэтому организм начинает реагировать и очень бурно. Я продолжу свою лекцию. 730-101. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да-да, здравствуйте. Здравствуйте. А, да, здравствуйте. Знаете, про стресс и про адреналин я могу сказать из своего опыта военного, боевого. Что у нас вот командир учил. Я служил в срочную службу в разведке и попал на боевые действия в 96-97 году. И нас командир учил так, что есть два страха. Один страх убивает, а другой страх заставляет выживать. Это о том, о чем вы говорили, мобилизирует все функции мозга и тела. Поэтому девушка, которая плачет, я ей рекомендую на самом деле мобилизировать функции выживания, чтобы выжить в этом мире. А когда говорят, что там, знаете, проблемы ипотеки, работу потерял, еще что-то, я вам скажу из своего опыта жизненного. Мы с женой, так получилось, что она была в заложниках Нуртоса, а я нашел военные действия. И мы когда слышим вот эти проблемы бытовые, и, знаете, там потеряла работу, нечем ипотеку платить. Мы всегда улыбаемся и говорим, что все пройдет. Продайте квартиру, купите меньше. Вот такая ситуация. Да, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Единственное, вы знаете, вот есть такое наблюдение в психологии, что люди, которые постояли на грани жизни и смерти, выжили или пережили какие-то колоссальные стрессы, причем длительные, они немножечко иначе относятся к тем, у кого случаются какие-то неприятности. Эти неприятности по сравнению с их горем или с их затратами, да, человеческими на проживание этого стресса, кажутся не столь значительными. Не знаю, наверное, это у меня профессиональные, но я с огромным уважением и каким-то, знаете, чувством отношусь к любому человеческому переживанию, потому что больно все равно, да. Вот одному больно, что палец порезал, а другому больно какие-то более тяжелые вещи, но больно-то все равно. И поэтому я очень, знаете, как не могу говорить, этот стресс не о чем, а другой стресс о чем, а не все о чем, и все о нас с вами. Так, ну, в любом случае, спасибо вам за поддержку, что действительно есть мобилизующий стресс. Так вот, я продолжу рассказ. Мне просто очень хочется до вас это донести, да, эту идею о том, что возвращение в гомеостаз, если оно происходит быстро, то мы не несем последствий дистресса, тот хвост, который остается. 730-101, алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Ольга, мне 20 лет, и я испытываю стресс от того, что близкие люди не принимают всерьез мои проблемы, и мои проблемы, связанные с психиатрией. Оля, вы под наблюдением врачей находитесь? Да, под наблюдением врачей, и мне уже становится лучше, но постоянно мне диктуют о том, что не пей таблетки, будет хуже, а я понимаю, что я пью таблетки курсом, и мне становится лучше. Но близкие меня в этом не поддерживают, и всячески стараются ограничить это. Оля, а можете вы как-то сделать так, чтобы ваш лечащий врач поговорил с вашими близкими, объяснил им, что они встают между вами и терапией? Я думаю, это лучшее, что можно сделать, как-то им объяснить, насколько для вас лечение важно. Простите их, они о вас заботятся так, как могут, они боятся, потому что вокруг психиатрии, вокруг психиатров очень много всяких легенд ходят, и вокруг препаратов, насколько они вредные, невредные, и так далее, такое бытовое мнение. Они о вас заботятся, но заботятся как могут, конечно, любя. Поэтому, я понимаю, попробуйте это понимать, да, потому что вам это не нравится, но тем не менее, они это делают, конечно же, из самых лучших побуждений. Спасибо за ваш звонок, Оля, спасибо. 730-101, телефон прямого эфира, ваше смс-сообщение, пожалуйста, присылайте на номер плюс 7903-797-63-33. Так вот, я продолжу, чтобы мы немножечко лучше понимали, что с нами происходит. Когда случается стресс, длительный, а там задействованы два отдела мозга, у нас всегда в стрессовой ситуации, это миндалина, это одна из самых старых частей мозга, которая возникла еще в те времена, когда человек только становился, то есть это от животных, это от животных, да, у многих животных есть, особенно у млекопитающих, есть миндалина, которая отвечает за, как раз вот реакцию, бей или беги, у нее практически одна только реакция, и лобные доли, лобная кора. Вот лобная кора, это как раз социально адаптирующая часть мозга, которая тормозит те реакции эмоциональные, которые больше присущи животному, чем человеку. И когда мы говорим о стрессе, то мы говорим о взаимодействии двух этих участков мозга. Вот если длительный стресс происходит, длительное переживание, которое даже не очень мы понимаем, что у нас именно стрессовое состояние, а потому что он каждый день, потому что, я не знаю, как вы, но я думаю, что у меня вся эта история началась в марте, тогда я на самом деле сильно испугалась, сейчас почему-то нет этого испуга. Все прошло, ну потому что долго длится, просто общие фоны состояния. Потому что произошла какая-то адаптация, и уже понятно, что можно ждать второй волны, потому что вот была первая. Да, да, уже как-то знакомо, поэтому так сильно не лупят. Но тем не менее, все равно стрессовость остается, новости-то приходят. И вот именно из этого состояния нам выходить труднее всего. 730, 101. Алло. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Еще раз добрый вечер. Вопрос вот какого плана. Странная какая-то ситуация. получается, что меня, меня зовут Сергей, Москва. Приятная ситуация. Очень странная ситуация, что я вообще не реагирую ни на что. То есть сейчас какое-то безразличие такое полное возникло, что о стрессе даже говорить не приходится, потому что я не испытываю никаких там перегрузок психологически и всего остального. Хотя, так, если пробежаться по ситуации, которая была вот в период пандемии первой, которая волна шла, я развелся с женой. Ох. Я бизнесмен, у меня сейчас как бы стадия такая выживания в бизнесе происходит. То есть на грани либо закрываться, либо все-таки как-то пытаться дальше проходить вот эту проблему. В семье с отцом сейчас проблема. У него онкология, ему осталось жить буквально там, я не знаю, несколько дней. А у меня внутри вот этого вот состояния как бы переживания или какого-то вот ощущения стресса, нету, какой-то полная полная такая апатия и безразличие. Это вообще норм или это... Это норма, мой дорогой, это норма. Да, я вам хочу сказать так, что стресс длительный, а у вас этих стресс-факторов сейчас, то есть тех событий, которые очень драматичны, да, их просто выше крыши, трудно справиться с этим, и мы впадаем в апатию в таких ситуациях. Атрофируются чувства, мы перестаем чувствовать, начинаем ругать себя за это, но пробудиться к этому чувствованию никак не можем. Вот эта апатичность в поведении, плюс очень часто она сопровождается нарушением в кратковременной памяти. Шел куда-то, забыл, зачем иду, да, хотел что-то взять, забыл, чего хотел сделать и так далее. Вот это как раз вот те показатели стрессового состояния, которые организм уже отказывается принимать, он уже... у него нет ресурса, чтобы с этим бороться, поэтому он впадает в режим наименьшего расходования энергии. Не беспокойтесь, пожалуйста, об этом, не думайте, что вы как-то ужасно изменились и стали бесчувственным человеком. Это именно так сказывается стрессовая ситуация, одно из ее самых, таких, знаете, частых, печальных проявлений. Но как только будут ресурсы организма достаточные, чтобы находить новые какие-то... Да, вот те самые ресурсы в организме, чтобы эмоциональная часть начала быть более яркой, конечно же, вам придется все это еще пережить. Мы вернемся через несколько минут на Василова Тайма и пишите плюс 7903 7976 333 звоните 730 101 Кот Москвы 495 говорим сегодня о стрессе. Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами Елена Новоселова и мы продолжаем разговор о стрессе и как нам все-таки не подвергнуться какому-то длительному его воздействию, потому что ну это не лучшая история в жизни, да, и поэтому лучше все-таки об этом говорить и учиться защищаться. Поэтому ваш опыт бесценен. Пишите, пожалуйста, рассказывайте о том, как вы боретесь и что вы можете, может быть, кому-то это очень нужно сейчас именно. Катя из Саратова пишет. В какой-то момент я поняла, что не хочу ничего делать. Наступило такое абсолютное безразличие. Я первая взяла отпуск, снизила присутствие в социальных сетях до 20 минут в день, записалась в бассейн, купила новые книги. Новости теперь только профессиональные, остальные мне рассказывает муж, и я вздохнула полной грудью. Стало вообще легче смотреть на ситуацию вокруг. Но встречи с друзьями перешли в рассказы о том, кто как переболел и кто умер. И вот это вот слушать как раз постоянно невыносимо. С друзьями я пока тоже не встречаюсь. Вы знаете, есть один очень хороший способ, если, например, окружение постоянно муссирует эти темы, да еще, знаете, некоторые люди преувеличивают очень сильно свои эмоции по этому поводу. У нас же все равно работают наши зеркальные нейроны. И если кто-то очень сильно испуган, то наш мозг это считает, и мы тоже начнем испытывать этот самый испуг. Постарайтесь договориться с друзьями, давайте вот эту тему трогать не будем, нам что, поговорить больше не о чем? Например, я так делала в те моменты, когда было очень мощное разделение мнений в 2014 году, и можно было потерять вообще всех рядом с собой. У меня было правило, что при мне мы о политике и о тех событиях не говорим. И я думаю, что спасло очень многие отношения вот такой подход. Вот Светлана пишет о том, что потеряла сон. И как раз Ольга нам написала о том, что она начала заниматься спортом, она начала ходить в бассейн. Вот Светлана, Катя, ой, прошу прощения. Светлана, значит, что я вам могу сказать? Что очень важно установить режим. Если вы находитесь на удаленке или у вас есть возможность спать, когда захочется, ни в коем случае этого не делать. То есть ложиться спать в одно и то же время, даже если это будет бессонница, лежать в кровати. Во-вторых, физические нагрузки. Все об этом знают. Ну, абсолютно все. Уже просто смешно об этом говорить, как о какой-то, знаете, прям банальности банальности. Ну, потому она и стала банальностью. Потому что свежий воздух, нагрузки, хождение, определенный ритм жизни помогают, способствуют тому, чтобы к вам вернулся сон. Я вспомнила новости первой волны коронавируса. Это дело было в Исландии, где протоптали специальные трупы для того, чтобы во время локдауна люди обнимались с деревьями. Это я про природу. Один из наших слушателей пишет, что общение с природой здесь сильно помогает. Очень помогает. И с животными. Ну, вообще с природой, да? Ну, я имею в виду, если домашние животные, то они, конечно, природа, но у нас дома. Поэтому делайте максимально, создайте для себя максимальные возможности, чтобы сбрасывать стресс как раз на природе. 730-101. Алло, добрый вечер. Добрый день. Меня Алексей зовут. Добрый вечер. Алексей, да. Расскажите. У меня была ситуация, когда, ну, вот, классическая там, девушка ушла с работы по пиорле. Ну, вообще все навалилось с родственниками проблемы. И я долго, наверное, полгода заперся, не выходил из дома. Ужасно похудел, плохо себя чувствовал. А потом как-то утром просыпаюсь, думаю, ну, е-мое, Лех, ну, ты чего? Соберись, соберись, улыбнись. И с тех пор, как-то все само проходит в любой стрессовой ситуации, я просто над любой проблемой начинаю дико ржать. Ну, что ж, хорошая реакция на проблему. Вы знаете, вот это соберись, это когда уже есть силы. И ничто так сильно не действует на внутреннем органе, то, что мы не контролируем. Да, вот эти ресурсы появляются. Все-таки полгода в состоянии анабиоза практически. Вы чего-то там поднакопили, очевидно. А говорить человеку... Спасибо, да, спасибо огромное, что вы рассказали об этом опыте. Это все действительно бесценно. Но сейчас, я думаю, если залечь вот так на полгода на дно, и вообще, чтобы не могли запеленговать, это совсем не лучшая история. Знаете, почему? Потому что, вот почему мы еще так сильно переживаем вот эту разобщенность, разъединенность. Вот Мария говорит про обнимашки с деревьями. Это исландский опыт. Да, исландский опыт. Он многовековой. Да, но вот дело в том, что нам действительно этого страшно сейчас не хватает. Мы же стайные животные. Мы социально ориентированные животные. Тактильности. Тактильности и ощущения группы, своей стаи. У нас этого сейчас совершенно нет. Только виртуальная возможность. Ну, меньше, по крайней мере, чем было, значительно меньше. А те, кто на удаленке, у тех еще дополнительные стрессы есть. От присутствия дома. Ну, это мы уже неоднократно обсуждали. Но, тем не менее, вот из-за того, что... Почему бунт такой? Почему так многие сопротивляются? Это говорит вот этот вот стайный инстинкт, стайный рефлекс. Нам очень плохо в разъединении. И поэтому при любой возможности старайтесь делать что-то вместе. Вы знаете, вот удивительная вещь, абсолютно медицинская, да, этим пользуются для восстановления людей после тяжелых заболеваний, и даже с поражением мозга. Делать с близкими людьми что-то ритмичное и вместе. Вот сейчас в изоляции даже в ладушке поиграть вечером в 10 минут, да, с детьми, с мужем, или, ну, с теми, кто находится в этом пространстве, вы уже снимете стресс. Нам очень важно это состояние вместе, что называется. Тут, Елена, наоборот. Пребывание семьи вместе, когда ты работаешь из дома, приводит к тому, что это постоянный стресс. Это приводит к разводам колоссальным. Это огромный стресс. Да, но это другая история. Это абсолютно другая история. Слушателя, я хотела вам прочитать. У моей жены сильный стресс вызывает наш 4-летний сын. И успокоиться она может только в его отсутствии. Вообще ситуация опатовая. Она не может уйти и не может с ним находиться. В итоге качество жизни с момента его рождения вообще кое-как поддерживается только антидиперсантами. То есть все-таки к врачу обратились, если пьете антидепрессанты. Мы не знаем, сколько лет вашему ребенку. 4. 4 года уже. Да, это достаточно длительная история. У вас, конечно же, повышенная тревожность. И без метеокоментозного лечения здесь справиться невозможно. Ситуация действительно сложная. Но всякая ситуация однажды нормализуется. Попробуйте больше освобождать жену. в те моменты, чтобы она могла заняться чем-то, чем бы ей хотелось. Чтобы вернуть ее немножко к ее собственной бесценной жизни, а не только жизни ради ребенка и какие-то общие семейные дела. Если она будет уверена, потому что у нее повышенная тревожность, у нее колоссально повышена тревожность. Если она будет уверена, что ее ребенок в надежных руках, допустим, с вами остался на какое-то время или с какими-то очень близкими родственниками надежными, то она потихонечку начнет делать то, что ей хочется. Вот здесь вернуться к своему хочу. Очень важно, чтобы она услышала себя и свое хотение. Вот Роман пишет, что вместе это секс пошел. Да нет, Роман. Ну, это же... Кстати, я думаю, что как раз сексом-то сейчас в стране напряженка. Да, потому что это тот самый стресс, который нас всех ударил, он не очень способствует сексуальным отношениям. Таким ярким, бурным, чтобы это было спасение. У кого-то да, но это все очень индивидуально, но я не могу сказать, что вот это может стать какой-то панацеей и спасти. Я имею в виду очень простые вещи. Попрыгать вместе, спеть какую-то песенку, вот что-то такое ритмичное вместе. Это сбрасывает напряжение совершенно колоссально. Я сейчас прибу звонок, а потом расскажу о своем вчерашнем опыте. 730, 101. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Николай. Очень приятно, Николай. Вы так говорите о стрессе. Да разве это стресс? Вот когда союз развалился и тебя выкинули как-то... Это был стресс. А сейчас, ну что, сейчас только накопленный опыт и собаки. Вот что спасают. Собаки спасают. Это правда. кто накопил собак. У кого много собак. За свое время. Спасибо вам огромное. Про собаки это великолепно. Ну, кстати, про собаки. Действительно, животных стали чаще брать из приюта. Заметили тоже. Я думаю, что мне показалось. Это не показалось. Есть статистика. Но мы надеемся, что всех животных все-таки берут на долгую дистанцию. Они на какую-то там дистанцию погуляют стрессы или так далее. Но это правда. Это статистика животных бездомных стали. Я сегодня чего-то так настроилась на физиологию, которая лежит под психологией. Я хочу сказать, что те же нейрофизиологи заметили одну удивительную особенность разницы полов на реакции людей на то, что с нами сейчас происходит. 730-101. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Вы в эфире. Что-то не получается. Молчливый стресс. Молчливый стресс. Да, тоже бывает. Нет слов. Что-то мы с полами ели. Вот очень интересно. Вот, например, вот эта одна из реакций на стресс, она всем известна. Да, вот когда что-то такое сваливается на тебя, бей или беги. Она, собственно говоря, такая хрестоматийная тоже история. Стали изучать на мышах. Так вот выяснилось, что в мышиной стайке, если появляется мышка, которая причиняет какую-то легкую боль для эксперимента, не смертельную, то эмпатично и с пониманием начинают реагировать самки мышиной стайки. И таким образом была проведена масса экспериментов, выяснилось, что как раз женский способ бегства от стресса это проявление своей эмпатии. Это вот позаботиться о ком-то, кого-то приласкать, приголубить, как-то помочь. И если у мужчины бей или беги, достаточно жесткая реакция, но все-таки это все-таки зависит еще не только от наличия тестостерона, но тестостерон, как выяснилось, он лишь увеличивает те культурные особенности, из которых человек произошел. Если он изначально агрессивен из агрессивной среды, то он будет увеличивать. А если он из эмпатичной среды, то, скорее всего, будет именно эта реакция. А вот женская реакция, она практически одна и та же женщины спасаются, причиняя добро другим. 730, 101. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр. Очень приятно, Александр. Вы знаете, я вот слушаю все время по поводу, что люди на пандемии как-то разводятся, не могут находиться вместе. Я бы поначалу вообще думал, что это шутка какая-то. А потом все больше и больше слышишь об этом, все говорят об этом. Не могу с женой, не могу с детьми находиться. И не могу понять, что 90% людей для чего живут тогда вообще вместе. Я тоже иногда задаю себе этот вопрос. Спасибо вам большое за ваш звонок. Действительно, эта ситуация увеличила количество разводов и в значительной степени. Мне 51, пишет наш слушатель. Моей девушке 32, живем мы в Перми, и девушка в стрессе с самого начала коронавируса. Я в сентябре переболела, болела тяжело. Девушка коронавирусом не болела, но стрессовала больше меня. С мамой она не виделась с Марта, при этом они очень близки. И сейчас девушка из дома почти не выходит, секса у нас нет, ест она мало, антидепрессанты легкие не помогают, спасает только, кстати, любимый Корги, пишет слушатель. Что ж, ну вот, да, очень характерная ситуация. Во многих парах и семьях происходят именно такие вещи. Причем мы же все по-разному реагируем на стресс. Вот мужчина переболел, и уже к этому ко всему относятся. Я не думаю, что спокойнее, потому что есть еще близкие люди, за которыми мы все тревожимся. А девушка вот так приняла, значит, ее нервная система была выбита, вот этот гомеостаз был нарушен очень мощно, она из него не выходит, и спуг был большой. И очевидный спуг еще из-за него, когда он болел. А вот как раз стресс, он не способствует тому, чтобы ассоциации, и сам этот страх куда-то уходил. 730-101, телефон прямого эфира. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Анна, я из Сочи. Очень приятно, Анна. Мне 40, почти уже 49 лет. У меня был, вот как раз перед карантином, серьезнейший стресс. Я рассталась с любимым мужчиной, и я думала, вообще сойду с ума. Мое состояние чувствовала моя дочь, подросток, сами понимаете, что это было, и битье посуды, и ругани. Мне даже пришлось обратиться к психологу, потому что я понимала, что я с этого не вылезу. Я поняла одно, что я хотя и умею все анализировать, все прекрасно понимала, но вот все равно стресс держал, вот это вот состояние было достаточно тяжелым. Конечно, как вы уже говорили, природа спасает, и вот надо все-таки выговариваться. Ведь мы по большому счету боимся о своих проблемах кому-то говорить. И вот в этом отношении, да, вот психологи больше всего нам, ну, должны, вот они нам помогают, мы просто стесняемся к ним ходить. Да, спасибо. Я думаю, что все-таки 21 век наступил, да, и уже прямо-таки давно наступил, целых 20 лет, поэтому я думаю, что в современном-то мире психологи уже не такая пугающая фигура, но найти уши, которые будут тебя слушать благосклонно, не перебивая советами и не пытаясь изменить твою жизнь, как им кажется, к лучшему, действительно очень трудно. Людям трудно сидеть и слушать о каких-то переживаниях, несчастьях, во-первых, не очень понятно, как реагировать, как утешать, и все кажется пустым, а во-вторых, это просто тяжело переносится само по себе. 730-101, телефон прямого эфира, алло. Мы продолжим, Лина, через несколько минут после рекламы, обязательно дождитесь. Спасибо, время не увидела. Новоселова Тайм. Партнер программы американский бренд премиальных аксессуаров из натуральной кожи Доктор Кофер. Пять официальных магазинов в Москве и сеть магазинов по России. Актуальные тенденции в сочетании с классикой. Сайт Мы продолжаем наш разговор о стрессе. С вами Елена Новоселова. И давайте поговорим. 730-101. Алло, добрый вечер. Добрый. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Елена. Очень приятно. Да, меня зовут Елена. Я хотела поделиться своим опытом. Я так поняла, что... Ой, да, замечательно. Давайте, Елена, рассказывайте. Ну, мне 53. Перед коронавирусом у меня, как вот предыдущий оратор, что было тоже расставание с мужем, которая прожила более 30 лет. И на самом деле для меня живший столько лет с мужчиной и думавший, что только вот надо быть вместе, для меня было большим испытанием карантин. Я, честно говоря, очень боялась остаться одна, но благодаря карантину я, в общем-то, хочу сказать, что я поняла, что я могу оставаться одна, что... Это совсем неплохо оказалось. Да, что я... Да, это неплохо оказалось, что я самодостаточна, что я могу себя занять, что, в общем-то, я сама себе интересна, я интересна людям. Ну, мне помогла... Помогли занятия, я себя очень загрузила всякой мелкой моторикой. Это там картины рисовать по точкам, пазлы собирать, затем, конечно, спорт. Я сама тренер и давала тренировки, и сама занималась танцами. Очень благодарна девочкам с танцбазы, которые онлайн-уроки проводили. И, конечно, друзьям, которые были всегда рядом. Ну, и без психолога, конечно, тоже не обошлось. Ну и прекрасно, Елена. Главное, что вы справились. И это здорово, и вы теперь знаете этот механизм. И одним страхом у вас стало меньше, причем фундаментальным. Вот фундаментальным страхом. Потому что вы перестали бояться остаться одной. То есть, действительно, вот это странное слово самодостаточность. Многие очень боятся этого слова, считают, что самодостаточные люди, а им никто не нужен. Нет, это совсем не так. И вот Елена рассказала, как она ощутила себя. Да, это как раз ощутить себя, свою собственную жизнь, пройти какое-то испытание, к этому не просто прийти. Но сложилось же. Сложилось. Ну что, мы еще, наверное, возьмем звоночек. Я зачитаю сообщение от нашей слушательницы, у которой, наоборот, длительный период, большая апатия. Вроде бы все хорошо, но есть ощущение болота, что ты пребываешь в одном и дырже. Как из этого выйти? Во-первых, не ругать себя, потому что обычно состояние вот этого болота, и что в нем, мы уже говорили, это апатия, такое апатичное состояние, нет энергии. И самое главное, голова вообще не хочет думать. Такое ощущение же, она набита мекиной. И как только появляется какая-то мысль, она быстренько отскакивает обмягкий потолок внутри и приземляется на место. Очень известное состояние. Попробуйте начать просто с физических действий. Вот оставьте голову в покое, энергию оставьте в покое. Все вот то, что вам надо сделать, а вы не делаете, и все эти рефлексии, кто вы есть на самом деле, после этого, уберите это. Начните просто ходить. Если вам удастся проходить каждый день, желательно от 3 до 6 километров, я вам обещаю, если не сбудется, напишите мне, через неделю вы почувствуете прилив энергии. Вот невероятно важно разгонять эту самую кровушку, разгонять вот это состояние, не давать ему застаиваться. И это, согласитесь, абсолютно в наших силах. Единственное, на что я хотела бы очень коротко обратить внимание, так это на то, что на фоне вот этого длительного стресса у нас могут появляться очень агрессивные состояния. И это тоже немножечко мной, например, на дороге замечено. Да, не знаю, может быть, мой личный опыт. Но я вам хочу сказать, что есть статистика. Статистика, что когда случаются какие-то негативные события, то, ну, например, я условно говорю, там экономический кризис, да, какой-то случился, повышается резко уровень домашнего насилия. Поэтому будьте внимательны к этому. Знайте, что это вами правит не ваше отношение к жизни, а гормоны, то, что происходит внутри. Будьте лояльнее друг к другу и контролируйте себя. Тогда, может быть, действительно нам всем удастся все это пережить с меньшими потерями. Я обнимаю вас. Всех. Юлия пишет, смотрю на трансляцию, и лимонный свитер Елены Новоселовой меня радует и делает жизнь лучше. Спасибо. На трансляции. Елена Новоселова по ютуб-каналу Серебряного Дождя. Заходите, пересматривайте.